Одним из самых популярных растений у огородников является лук. Эта овощная культура отличается неприхотливостью и пригодна для посадки не только при теплых температурных условиях. Однако и слишком рано сажать лук не стоит, еще холодная почва и заморозки точно скажутся на росте растения не в лучшую сторону. Какое же время выбрать и какие благоприятные дни для посадки лука в октябре 2021 года? Для каждого региона желательно подбирать определенные озимые сорта лука, устойчивые к холоду. Такие виды спокойно переносят температуру до минус 15 градусов, а укрытые под шапкой снега могут выдерживать и более сильный мороз. К ним относятся лук сивок, выращиваемый на репку, чернушка, черные семена любого сорта овоща, ашкелонский лук, шалот. Опытные фермеры часто используют для подзимней высадки лук батун для выгонки на перо. Выбирая из подходящих для этого сортов, стоит выделить. Острый и крупный овощ сэншуй, который можно долго хранить. Мелкий продолжительно хранящийся лук даниловский. Стурон с острым вкусом. Мелкий острый лук арзамасский, штутгаретер ризин, культура с луковицами среднего размера. Острый лук радар и ред барон. Крупный с умеренным острым вкусом шекспир лук длительного хранения со сладковатым вкусом элон. Мелкий сорт стригуновский. Перечисленные виды овоща обладают хорошей лёжкостью и остротой, а отличаются только размерами. Относительно чернушки, для семян не столь важна почва, и сеять её допускается даже при осенних заморозках. Чего нельзя делать, так это использовать в холодных областях сорта, используемые в южных регионах. Хорошо известный лук порей также не сажают перед зимой. Если вы хотите посадить лук в наиболее благоприятный день, то в этом случае следует обратить внимание на лунный календарь. Многие огородники следят за положениями и фазами Луны, чтобы выбрать максимально подходящее время для посадок. Здесь всегда стоит помнить, что к лунным календарям следует относиться без фанатизма, тем более в такой ответственный период, когда нужно подобрать максимально подходящий посадочный период перед заморозками. Как высчитываются благоприятные дни по лунному календарю? Лучшее время для лука – убывающая луна, но можно выбрать и растущую луну, если благоприятны другие знаки. Не сажают в полнолуние и новолуние. Еще один важный параметр положения луны – знаки зодиака. Благоприятными являются телец, рыбы, рак, козерог, весы, скорпион. Далее вашему вниманию уже полностью готовый лунный календарь благоприятных дней для посадки лука в октябре 2021 года. Благоприятные дни. 21, 22, 26 и 27 октября. Неблагоприятные дни. 6, 10, 11, 14, 15, 19 и 20 число. Посадка лука в Подмосковье почти ничем не отличается от культивирования в условиях Украины или других теплых регионах. Проблемой может стать лишь слишком холодная зима, но если температура не опустится ниже минус 15 градусов, а вы укроете лук на зиму, то вымерзание ему не грозит. Если же морозы будут сильнее, но будет много снега, то остается надеяться, что и в этом случае все пройдет благополучно. Посадка и уход за озимым луком на Урале несколько отличаются от выращивания этой культуры в районах с умеренным климатом. Например, сроки посадки сдвигаются ближе к началу осени, с конца сентября до середины октября. Укрытие на зиму на Урале обязательно, кроме того, далеко не всякий сорт можно сажать под зиму в уральском климате, а только те, что обладают высокой зимостойкостью. К сожалению, ядреные сибирские морозы не позволяют с уверенностью говорить о возможности культивирования озимого лука в этом регионе. Если вы угадаете со сроками посадки, с сортом и с зимней погодой, вполне возможно, что ваши усилия увенчаются успехом. Но если вам не повезет, всегда можно посеять лук по весне. Посадку под зиму лука батуна производят в промерзшую почву. Бороздки делают с дистанцией в 20 сантиметров. Семена сеют густо, после чего присыпают торфом или перегноем. В мае или начале июня, в зависимости от погоды, можно будет собирать полезную зелень. Зная, как правильно посадить сего под зиму и когда можно сажать его в вашем регионе, вы легко справитесь с поставленной задачей и в следующем сезоне урожай получите на 2-3 недели раньше. Также осенью можно сажать морковь, чеснок, свеклу и различную зелень. Под зимним посевом выращивают все сорта желтого и многие сорта красного лука. Как правило, это салатные сорта, которые долго не хранятся. Лучшими предшественниками для зимого лука являются помидоры, тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы, дыни, арбузы, фидеральные культуры. Никогда не сейте лук после лука, чеснока и корнеплодных растений. Участок для луковой грядки должен быть сухим и солнечным. В тенистом месте хорошо растет перо, но луковички завязываются мелкие, а в слишком влажном грунте они часто вымокают. Грядка должна освещаться солнцем весь день. Оптимальное место для лука там, где весной снег сходит в первую очередь. Готовят грядку под лук за две недели до посадки. Плотный грунт перекапывают на глубину в полтора штыка лопаты с песком, одно-два ведра на квадратный метр. В песчаную почву для удержания влаги вносят глину. Если на участке почва кислая, ее нужно известковать мелом, золой или известью. В скудную почву добавляют хорошо перепревший навоз. Из расчета одно ведро на один квадратный метр, а также по 20 грамм суперфосфата и несодержащего хлоркалийного удобрения на ту же единицу площади. Под зиму сеют обычно овсюшку, луковички диаметром до 1 см, поскольку крупный сивок весной стрелкуется. Чтобы уничтожить яйца вредителей, за две недели до посадки замочите овсюшку на 3-4 часа в воде с температурой 45-50 градусов, а затем протравите сивок в течение получаса в растворе фитоспорина М-Ли Максима. Если вы решили использовать для протравки раствор перманганата калия, то держать в нем посадочный материал нужно около часа. Участок за две недели до планируемых посадочных работ тщательно перекапывают, убирая корневища сорных растений. Непосредственно перед перекупкой разбрасывают хорошо перепревший компост 5-8 кг на метр квадратный. Грядки формируют, выдерживая их высоту от 18 до 20 см. Оптимальная ширина варьируется в пределах метр-полтора. Последовательность действий Грунт на грядке обеззараживают, пролив слабым раствором перманганата натрия. На выровненной граблями поверхности гряд формируют бороздки на глубину 6,5-8,5 см. Минимальное расстояние между ними составляет 20 см. При легком заглублении луковички размещают с интервалом 4-5 см, учитывая размер посадочного материала. Закрывают бороздки сухой грунтовой смесью, слегка уплотняя ладонями. Осторожно поливают излейки, не увлажняя чрезмерно почву. После заморозков мульчируют поверхность, прикрывая опилками, резаной соломой, лапником или сухой травой. Если ожидается теплая зима, то утепление не требуется. Если вы выращиваете лук на репку, сажайте сивок в ряд через 10 см. Расстояние между рядами должно быть 20-25 см. Если же вам нужна в основном зелень, то можно сеять плотнее, с интервалом между луковичками в 2-3 см, при ширине между рядами 8-10 см. Сделайте во влажной земле бороздки глубиной 5-6 см. Насыпьте на дно для дренажа слой песка толщиной 2-3 см. Разложите в бороздке овсюшку, присыпьте ее песком и заделайте бороздки землей. Если осень сухая, полейте посадку. Через 2 недели замульчируйте поверхность грядки сеном, сухими листьями или лапником. Толщина мульчирующего слоя зависит от того, насколько морозные у вас зимы. В южных регионах можно обойтись без мульчирования. Во время прорастания уход заключается в прополке лука от сорняков и своевременным поливом, а также рахлением на глубину не более 3 см. Корку почвы, которая получилась после дождя или полива, необходимо аккуратно, не повредив лук, разломать, иначе она может принести вред и замедлить его рост. Урожай необходимо начинать собирать в конце лета, либо в начале осени, когда наберут рост и полную силу зеленые перья. При большом желании перья можно срывать и раньше, тогда это будут очень молодые небольшие поп-йоги. Приготовленный для посадки сивок может быть заражен личинками вредителей. Профилактическая обработка в этом случае – обязательное мероприятие. Поможет оздоровить лук предварительное замачивание в марганце, 1 г на литр воды залить на 20-25 минут. От личинок нематоды можно обработать луковки солью. На ведро воды 3 стакана соли и замочить лук на сутки. Чаще всего лук болеет пероноспорозом и ложной мучнистой росой. Наиболее распространенная мера, чтобы победить болезнь растения – обработка его медисодержащим препаратом. Можно произвести опрыскивание медным купоросом. Вся эта кутерьма с сивком должна начинаться дней за 20-25 дней до посадки. Первым шагом является организация тепла, то есть можно просто занести лук в комнату, где температура больше 17 градусов. За сутки перед посадкой надо прогреть его на батарее. Все эти меры снизят стрелкование и ускорят прорастание сивка. При форс-мажоре можно применить замачивание в горячей воде. 10 минут при температуре воды в 50 градусов. Затем поместить лук в холодную воду, обсушить и держать во влажной мешковине до высадки. Перед тем, как начать уборку лука, нужно внимательно осмотреть его. Овощ уже с середины июля не нуждается в поливе. Излишняя влага только вредит ему, тем более во время хранения. Опытные дачники и огородники советуют с июля накрывать участок с луком-пленкой. Такой подход защитит овощ от ненужных дождей. При этом он будет хорошего качества и пролежит достаточно долгое время. Как правильно убрать лук? Вопрос о том, как правильно убрать лук, очень важен. Всем, кто хочет иметь урожай, нужно владеть максимумом информации о его сборе. С середины июля желательно отгрести грунт от луковиц, чтобы они могли получать солнечное тепло и прогреваться. Если человек не знает, когда убирать репчатый лук, то он может пропустить нужный срок, что значительно сократит период хранения. Огородники утверждают, что рано собирать урожай плохо и поздно ничего хорошего. Потому нужно знать, как и когда убирать репчатый лук. Делать это стоит в конце июля. Самая подходящая погода – жаркая и сухая. Если прогадать со сроком сбора урожая, то овощ долго не пролежит. Главное – вовремя укрыть растущий лук от ненужной влаги. Приступать к сбору урожая лучше в самых последних числах июля. Когда убирают лук с грядки, то не стоит его сильно тянуть. Лучше всего подкопать острыми вилами или хорошо наточенной штыковой лопатой. Так меньше вероятности, что донцы и чешуйки повредятся. Если погода теплая и солнечная, то выкопанный лук лучше оставить на участке. Он пролежит до вечера и тщательно просушится. Но до наступления темноты нужно овощ собрать и унести в помещение, которое хорошо проветривается. Иногда почва, на которой выращивается лук, является очень влажной или слишком азотистой. Тогда одной сушки для успешного хранения будет мало. Могут развиться инфекционные заболевания овоща, такие как шейковая гниль или мучнистая роса. Овощ должен подвергнуться сушке как минимум два раза. При температуре 40 градусов его нужно выдержать около 8 часов. Также можно притрусить лук меловым порошком. После всех выполненных процедур овощ, выращенный на влажной земле, полностью готов к длительному хранению. Если выполнить все вышеуказанные действия, то сочный и вкусный лук пролежит до самой ранней весны. Бывают случаи, что в конце июля идут затяжные дожди. Овощ нужно уже убирать, а погода совсем не подходящая. Тогда лук стоит выкапывать из влажной земли. Его нужно хорошо промыть и очистить от шелухи, корней и ботвы. Затем лук выкладывают в один ряд в хорошо проветриваемом помещении на три недели. Спустя этот срок у овоща появится молодая чешуйка. Культура, собранная в непогоду, будет храниться также очень хорошо. Главное – выполнить правильно все действия.